друзья всем привет сегодня восьмое августа 2018 года и у нас сегодня с вами ребята будет gls 2017 года выпуска но куплен автомобиль в 2018 году gls 350d под капотом на своеобразная шестерочка дизельная комплектация на самом деле очень дорогая и богатая стоит такая машина изначально 7 миллионов рублей вдумайтесь но и как обычно человек пришел туда-сюда прошлый год миллион скидочка как вам обо всем по порядку но начну я кое с чего другого я сегодня не блондин не белобрысый не рыжий я сегодня друзья жених да сегодня у меня свадьба время сейчас 9 утра через час выходит моя невеста наш любимый с вами оператор и мы отправляемся за расписываться все час там поставят пацаны и буду один из ваших кому-то скажу пока кому скажу привет смотрите цветочки мне подогнал один из наших пационеров уточнее его супруга что я вам хочу сказать ссылочку на них оставлю в описании все сделали оперативно просто собрали по фотографии к чему я это все кто с москвы московской области обязательно обращайтесь к ним зачем вам покупать в ближайшие палатки когда можно обратиться к ним вам и скидку сделают и все под вас подберут и курьером доставят еще у меня в машине крутой тачке лежит бутоньер очка в общем ссылку на них в описании огромное им спасибо ну и давайте перейдем непосредственно к автомобилю сегодня ветерок такой дует поэтому если вдруг задувает приношу извинения смотрите с 2015 года кузов нам известен джи л с раньше он был просто как джи л сейчас появилась аббревиатура с простыми словами g внедорожник l длинный внедорожник и с типа премиум класс ну как с к то есть таким образом машина по шильдику любому из нас дает понять уж она дорогая крутая машина ну и собственно денег за нее нужно отдать вот если по кругу машинку обойти ну на самом деле согласись выглядит солидно и мощно здесь уже идет непосредственно с база даже третий ряд сидения его и вам показывать сегодня не буду потому что с ради интереса просто зашел также на youtube посмотреть другие обзоры все его показывают то есть ну по 5 по 7 тратит рассказывает то что он очень удобно открывается закрывается и так далее в нашем случае машина идет с доп оборудованием различным то есть он пакет черный стайлингу видите у нас диски 21 мг очень дорогие вот если сегодня запрыгнуть на автору либо на авито и посмотреть этот 16 год такую машину первое как правило на удивление все выбирать непосредственно частника машина идет с небольшим пробегом то есть 35 40 тысяч расход у этого автомобиля по городу примерно 12 13 литров при условии то что это город если опять-таки выбраться за то на трассу спокойно эксплуатировать автомобиль расход здесь будет примерно 10 11 литров но в лучшем случае он может у вас упасть ниже если вы там будет 110 ехать на длительное расстояние сам двигатель ну как многие отмечают то есть то что он на самом деле надежный но у него проблемные места это навесное оборудование реально можно с машиной столкнуться по проблемам опять-таки ремонт будет не дешевый то есть различные элементы они реально стоят денег что нужно делать в первую очередь естественно если вдруг кто-то из вас бьет этот автомобиль новым ну конечно же нужно регулярно обслуживать качественно вот пример вам простой скоро человек будет проходить первое техническое обслуживание 25-30 тысяч примерно стоит обслуживанию дилеру что это такое будет поднимут машину как обычно посмотрят побьют по колесу поменяют масло фильтра все вся сумма понимаете то же самое он может сделать на стороне ну примерно я думаю тысяч за пять за шесть вот но фишка в том заключается то что все кто конечно же берут такие тачки хотят оставаться на гарантии лучше лишний раз делать у дилер и многие рассказывают о том что дилер это профессионалы в реале это фофан и все дилеры вы сами прекрасно знаете многие люди обслуживания в клубных сервисах владельцы этих автомобилей и проблем никаких не знают понятное дело если вы покупаете его на вторичке то обслужить его официальную дилеру вы вообще не будет асс потому что цены там космические каска на этот автомобиль стоит 180 тысяч на человека стаж большой даже если у вас будет там огромный стаж в любом случае на 180 150 это минимум там 60 40 тысяч вы никогда не вложитесь проходит она по транспортному налогу многие отмечают то что 2018 году говорить про транспортный налог но это как минимум не комильфо несерьезно потому что якобы ходят слухи что за 18 год мы за транспортный налог платить не будем так как с 1 января этот закон вступит в силу тем не менее почитав в интернете вы сами можете зайти никто об этом ничего не знает разговоры есть да они встречаются но по факту тишина в общем какой вывод если вы будете брать такую машину на вторичке обойдется нам ценой примерно ну 4 4 с половиной миллиона все что ниже как правило перекупы какие-то агентства салона а это означает то что это будет целая жопа как обычно по гос номеру абсолютно любого автомобиля вбиваете оплачиваете услугу в 349 рублей разовую на автокоде и получаете полный отчет по автомобилю вот это в твоей проверил все чисто ну реально новый автомобиль то есть единственное один штраф там не оплачены по мелочи владелец за машиной следить соответственно после таких владельцев как правило машину стоит покупать автомобиль работает естественно с девятиступенчатым автоматом 9 gtronic все мы про него прекрасно знаем мы с вами катались на mercedes на ешке там точно такой что это автомат в общем рассказывать вам про проблемы если ты берешь новую тачку вообще забудь о них тоже как правило все это гарантийный случай тебе запросто все поменяют какие проблемы бывают в основном рассказ о том то что в первые тысячи могут запотеть фары это вообще я считаю не проблем потому что если ты вдруг с этим столкнулся приехал тебя запросто поменяли диски штатные когда идут они очень слабые если ты какой-нибудь в яму влетишь еще что ты их можешь запросто погнуть сломать поломать в общем диски штатное говно но у нас диски не штатные они реально очень дорогие владелец за ними следить то есть куда-нибудь бордюру притереться для него это будет очень неприятно свет автомобиля большой клиренс здесь 215 миллиметров но здесь стоит еще пневмо уже с базы то есть ты не можешь от пневм отказаться как то что ну ее нахрен эту пневму в любом случае покупает такую тачку она у тебя уже будет что с ней будет ну естественно там через 3-5 лет после наших зим наших солей и так далее ну проблема будет менять придется обвесик у нас красивый ну посмотрю так вот сам со стороны тачка действительно выглядит космически фары очень крутые то есть точки зрения если включить их ночью это тут стоят диоды вы знаете то что мерседеса тем более за 5 миллионов как за 5 вообще 7 стоит да но в реале я думаю ценник ему пятерочку блин все будет очень классно если переходить к автомобилю лакокрасочное покрытие шумоизоляция все здесь как обычно нужно следить за машиной тогда лакокрасочное покрытие будет у вас в идеальном состоянии специально человек под себя хотел светлый салон я его полностью понимаю потому что покупают такую тачку знаешь на черном салоне садишься ну блин как-то будет грустно а так заходишь все у тебя чисто аккуратно там пару раз в год делать химчистку тогда вот таких вот темных пятен да ну а джинсов не будет по сути это не критично самая главная атмосфера атмосфера нас здесь конечно встречает очень даже богатая многие скажут то что блин ну как ты смотришь дисплей старенький хотелось бы конечно что-то по новее в девятнадцатом году придет обновленная версия внешне она там не сильно конечно будет прям обновлена там как обычно оптику поменяют задняя оптика станет как на гле купешки которые а внутри по интерьеру я думаю будет нечто похожее как на мерседесе g-класса то есть эско ну вот вы поняли два дисплея будут здоровых в любом случае в автомобиль садишься вот мне например как владельцу мазды ну очень даже приятно шпом дерево отделочные материалы все на уровне вместо в машине реально очень много и самое главное чувствуешь себя просторно всевозможные управления системы полного привода здесь идет фирматик формате кому как больше нравится для меня это вообще просто avd почему ну фирматик друзья или там x-drive quattro это все маркетинговое название это все сделано для красоты чтобы звучание тормозные диски у нас передние задние вентилируемые они здоровы многие рассказы о том то что вот тормоза хорош ну конечно не должны быть здесь хорошая тачка весит две с половиной тонны передняя подвеска независимая на двух поперечных рычагах а задняя подвеска у нас идет независимо многорычажная как ведет себя автомобиль на дороге ну естественно если мы говорим про город от стихи до ровно асфальт и буш кататься какие-то могут быть проблемы ты не почувствуешь вообще работы этой подвески в тот же самый момент куда-то подъехал машина и так высокая пневму задрал залез нормально лезть на этом автомобиле в говно в какое-то тестировать его на проходимость но это может человек который зарабатывать я думаю очень большие деньги покупая эту машину даже на вторичке там трех пятилетий я думаю вряд ли ты был куда-то поехал только если под какой-то там мухой вот сзади место тоже более чем достаточно то есть три ряда сидений пожалуйста можно присесть посадить девчонок семью всю свою большую и отправить путешествовать то есть для как комфорт машину конечно же уровень очень большое сидение все складываются все это делать очень удобно на это время просто тратить не будем фонари в принципе достойно понимаешь вот на сегодняшний день 2018 год 18 августа повторюсь по машине уже не кажется какой такой вау пятнадцатом году когда я анонсировали ну действительно блин самый здоровый внедорожник в классе у мерседеса конкурент получается для bmw x7 которая появится совсем скоро у нас кого бы вы выбрали вы можете написать конечно же в комментариях если открывать багажник штатно все естественно с кнопочек камеры стоят все как положено все это присутствует вот есть вот эту же полочку убрать и сложить сиденье и отодвинуть вперед здесь будет 680 литров если все сложить все три ряда здесь получится 2400 от переднего сиденья до конца будет примерно 220 22 метра 20 сантиметров я мерил в своей балалайке мазде у меня от передних сиденья до конца получается два метра ну метр девяносто пять если подводить итог по автомобилю то многие владельцы естественно автомобилем довольны не первый день знакомы с мерседесом и как минимум они не пересаживаются на него солярица то есть до этого у них были хорошие машины садятся естественно есть и те люди которые недовольны машины кто столкнулся с откровенно какой-то там наш бракованной машины что у них постоянно все ломается такое абсолютно бывает со всеми автомобилями сколько бы вы обзоров на этот автомобиль на ютюбе не смотрели везде будет сводиться к одному что там рассказывают что до бывают после 100 тысяч проблемы с ходовой частью она здесь реально очень дорогая полетел как я не знаю на луну проблемы с ходовой часть она здесь действительно в замене очень дорогая проблема с навесным оборудованием если брать оригинал денег реально будете отдавать если брать не оригинал то как правило все это не работает очень херово точнее работает и ненадолго все-таки машина дорогая и очень технологичная вчера смотрел обзор у миши яковлево то он рассказ да про морд mercedes про свои примерно то же самое говорю что даже в 90-е годы когда они брали mercedes до машина как бы казалось бы раньше была надежнее но с другой стороны там она гораздо проще и даже на сегодняшний день они смотрят говорят блин все те же самые ошибки болячки все повторяется вот здесь например многие отмечают если выехать на проселочную дорогу на этом автомобиле то подвеска будет громыхучи я в это запросто верю потому что на ешке мы катались вот по проселочной дороге громыхает подвеска на цешке катались громыхает подвеска если есть по городу спокойно там лежащий полицейский проезжает это уника не почувствуешь собственно для этого машина и сделано сегодня мы пройдем на ней самый необычный тест-драйв поэтому потому что я не поеду кататься на ней за рулем почему я сегодня взял автомобиль с водителем ссылку на него я оставлю в описании если вдруг кто-то захочет свое торжество также провести чтобы вас встретили провели какую-то вам бизнес-встречу всякое в жизни бывает приехать тут на такой же элечке с человеком в костюмчике который тебе беседу составит пообщаешься запросто можно ссылку на него друзья оставляю в описании звоните говорит что отмашкова как минимум вам сделают скидку ценник за автомобиль минимальный 12000 на полдня то есть вы можете побольше поменьше все как договоритесь все индивидуально все мы люди договариваться можем друзья магия монтажа прошло четыре часа мы покатались на автомобиле значит мы сейчас отправимся в самый необычный тест-драйв потому что я как тестовый человек скажем так буду сеять сзади сразу отвечу вопрос а почему не за рулем ребята сегодня у меня свадьба я уже маханул три стаканчика шампанского самое главное дело безопасность поэтому ни в коем случае не под грамму личка не под фигулечкой за руль не садимся уверен немногие из нас вообще готовы сегодня покупать а кто готов тест-драйв нужно проходить самостоятельно покататься день-два и тогда ты поймешь поэтому давайте приседем автомобиль я расскажу свои впечатления как пассажир ребята самый необычный тест-драйв когда я первый раз сажусь просто в машине за 7 лямов получается 6 пусть со скидкой да и ты сидишь сзади понимаешь что что вот я бы не хотел бы даже за рулем кататься вот мы сидим сзади передвигаемся по городу знаете многие рассказывают там подвеска работа у нас дорога сейчас идеально ровная соответственно я сижу я могу здесь кофе пить чай там не за шампанское передвигаться по работе многие владельцы таких автомобилей отмечают его как кабинет на колесах то есть ты сел откинулся назад если бы нас бы не было там семь человек до в машине достал ноутбук ты спокойно работаешь панорамная крыша трехзонный климат-контроль все есть ты сидишь реально кайфуешь отделка материалов очень хорошая мы сейчас едем примерно со скоростью 50 60 километров в час шумоизоляция достойно тем не менее важно понимать что у mercedes все равно даже в самых богатых комплектациях есть доп опция как дополнительная шумоизоляция сделать ее для города будет идеально выехать за город 150 170 естественно шум будет появляться от этого никуда не убежать но этот будет комфортный шум я помню когда мы катались на ешке это действительно была сказка поэтому что вам сказать этот автомобиль можно брать как для перемещения самостоятельно по городу у тебя есть бабки ты катаешься возишь большую свою семью на этой машине можно зарабатывать частный дорогой извоз то есть это действительно будет приносить какой-то доход все нужно высчитывать должна быть стопроцентная загрузка тогда все будет отлично что меня удивило что за два года эта машина на вторичке до сих пор будет стоить 4 миллиона минимум если брать отчастников в хорошем состоянии вот такая комплектация к 60 тысяч пробегом два-три года она будет ну четыре с половиной но реально вы посмотрите сами на автору на авито все что ниже как сказал сам начале это уже будет откровенный шлак хлам скрученный пробег и так далее в общем машина очень комфортная реально говорю это совсем другой уровень друзья но и самое время делать выводы да что здесь говорить конечно же если покупаешь этот автомобиль новым то никаких проблем с ним знать не будешь содержать этот автомобиль нужны бабки конечно нужны покупать такой автомобиль на вторичном рынке трех пяти годовал нужно смотреть нужно в любом случае пользоваться либо услугами подборщиков либо самому самостоятельно приезжать вся ответственность будет на тебе машина на самом деле старенько то есть пробега ну реально будет проблемным что тут рассказывать mercedes огромные технологии пробег можно скрутить и ты приедешь нарвешься ремонт будет далеко не дешевый в любом случае выводы здесь сделать только вам многие покупают такие автомобили именно для того чтобы зарабатывать бабки потому что сегодня в больших городах вип такси пользуются большой популярностью на этой машине в день можно запросто делать примерно 20-25 тысяч рублей за сутки с учетом того то что ты будешь владелец тире водитель все ты посадил сзади себе босса либо какую-то компанию бизнес речи ты их катаешь подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала друзья ставьте лайки у нас сегодня такой праздничный так сказать обзорчик всегда с вами ваш блондин ваш жених тире муж всем до новых встреч пока пока